Сезон летних отпусков 2021 уже на своей финишной прямой. И он определенно запомнится россиянам надолго. В этом году в условиях пандемии, периодически закрытых границ с популярными заграничными направлениями, выбора у граждан великой и духовной страны особо не было. Россиянам пришлось довольствоваться отечественными морскими курортами. Вот это да! Охренеть! Что-то тут яблоко негде упасть. Оказавшись на юге ИРФ, многие жители великодуховные сознали, что больше никогда в жизни не отдадут предпочтение российским курортам. Юг России, прощай, никогда! Нафига, когда можно поехать в Турцию, в Египет? Да много, куда можно поехать за те же деньги, где сервис и качество намного выше. А мы, глядя на отдых по-российски, в очередной раз можем заметить, насколько же отличается реальный русский мир от того, каким его преподносят кремлевские пропагандисты. Начнем с так называемого уважения россиян к своим же согражданам. Это лишь по Рос-ТВ великая страна рьяно защищает русскоговорящих по всему миру. Жители Донбасса считают себя не просто русским миром, а русскими. Конечно, Россия должна проявить активность и сказать, ДНР, ЛНР, мы признаем хотя бы их референдум. И защищать, и официально поставлять туда оружие, как американцы. Тогда он не будет глумиться, вот этот не будет глумиться, он будет бояться русского обидеть. Многие граждане РФ активно поддерживают такую политику своего государства. Но так ли они на самом деле ценят и уважают друг друга в самой РФ? Судя по ценам, некоторые продавцы либо копят на ракету, либо думают, что сезона 2022 года не будет, им нужны все деньги. Цены – космос. По-другому и не скажешь. Когда в мае стало известно о закрытии границы с Турцией, ушлые предприниматели Юга РФ, желая навариться на своих же согражданах по полной, стали взвинчивать цены абсолютно на все. Вот это тысяча, да? Цена. Штучка. Да. Вот эта малина стоит тысяча рублей. Цены, как в центре Москвы, может быть, даже где-то что-то подороже. Алчные бизнесмены перешли все видимые и невидимые грани дозволенного. Классический лимонад, вода 650, мята, лимон, лайм, апельсин – все отдельно. И получился лимонад за 1220-750 миллилитров. Глаза у отдыхающих округлялись от всего. От цен в чеках кафе и ресторанов, в магазинах и на рынках, и даже в общественных туалетах. Вот он, суровый отдых в Геленджике, туалет 100 рублей возле пляжа. Ну-ка. Туалет платный, 100 рублей. Ого. Первый раз такую цену увидела. Плата за вход на пляжи и за аренду шезлонгов тоже этим летом вызвала шквал эмоций у отдыхающих на отечественных курортах Великой и Духовной. Шезлонг за 5 тысяч мы с вами нигде еще не находили. Вот такой шезлонг. Ничего сверхъестественного в нем нет. Сочи продолжает удивлять. Закрытый пляжик за 7 тысяч рублей в день. И закрыт вот такой вот веревочкой. Но на 7 тысячах рублей за вход на пляж жадные предприниматели решили не останавливаться. Только вдумайтесь, на закрытом сочинском вип-пляже отдельной графой в приз-куранте умудрились вынести услугу спасения на воде. Так вот услуга по спасению утопающих обойдется утопающим в 800 российских рублей. Если их у вас нет, то, как говорится, Посейдон вам в помощь. Но знаете, что больше всего впечатлило российских туристов в этом году? Желание ушлых соотечественников сорвать куш именно на сдаче жилья в аренду. Да ладно! Что за лук 225? Ребята, вы не осознавали масштаб трагедии? Узнав про отмену полета в Турцию, владельцы отелей, квартир и гостевых домов принялись мигом неприлично задирать цены на жилье и отменять предварительные бронирования, чтобы сдавать номера заново в несколько раз дороже. Нам позвонил управляющий, сказал, что вынужден повысить стоимость. Стоимость была повышена в два раза. Рекордсменом по завышению цен на аренду жилья, по всей видимости, стал город Сочи. Космические суммы повергли в шок не только отдыхающих граждан РФ. Слегка обомлели даже пропагандисты. Три комнаты, 120 квадратных метров за 1 миллион 100 тысяч рублей в месяц. А это шутка какая-то? Это шутка. Ну, мне кажется, цена слегка завышена. В моем Пермском крае за эти деньги можно купить однушку и навсегда. И одно дело, если бы за такие сумасшедшие деньги туристы получали действительно отдых класса люкс. Но нет. На курортах великой и могущественной страны россияне вынуждены платить космические суммы за отнюдь не лучшее условие проживания. Отель 4 звезды. С такой водой вообще. Она грязная. Пачка чуть-чуть. Раф. Не самый хороший вид из окна. Поезд и стройка. Вон оно море, совершенно недалеко. Устаревшую инфраструктуру, безобразную наружную рекламу, хаотичную застройку, безвкусицу и постоянную ностальгию по советскому прошлому. Справа увидели столовую. Называется столовая СССР. Казалось бы, это все можно потерпеть ради самого моря. Но не тут-то было. С этим на российских курортах все оказалось тоже плачевно. Приехали на Мальдивы. Это вода грязноватая, если честно. А, это, блядь, а не Мальдивы. Согласитесь, вряд ли можно получить удовольствие от таких морских пейзажей и купания в грязной жиже. Посмотрите на эти ковровые дорожки, которые ведут в море где почище, подальше от берега. Люди просто по-царски идут и спускаются и окунают свои тела в прохладные воды Черного моря. Где еще такое вот вы увидите? Если бы существовал конкурс на самое грязное море, скорее всего, в 21-м году Анапа заслуженно завоевала бы первенство. Вот оно, анапское черное золото наших анапских пляжей. Тут как тут, возле речки Анапки. Лишь взгляните на эту темную жижу, вытекающую из реки Анапки прямо в Черное море. Вот, собственно, водичка, от которой мутнеет наше море. А и то, что это вытекает из канализации? Да. Негодование людей относительно грязной реки, впадающей в море, разлетелись по интернету. Но местные чиновники даже не смогли внятно ответить, чем же загрязнена речка и почему купание в здешних водах для людей запрещено. Жители Анапы, которые писали, они обращали это внимание и говорили, что вода не соответствует санитарным нормам. Что уже брали пробы и из этого купаться нельзя. Значит, поэтому и написано, что купание запрещено. Мэр Анапы либо не в курсе, либо скрывает эту информацию. Но река Анапка, она фактически, мы ее как экологи называем мертвая река. Уже в августе Роспотребнадзор все же взял пробы из Анапки и, чего стоило ожидать, пришел не к самым утешительным выводам. На пляжах Анапы запретили купаться. 24 августа проверка Роспотребнадзора показала, что показатели воды в море Анапы не соответствуют нормам. Не очень повезло в этом году россиянам и с погодой. Аномальные ливни несколько раз затапливали курортные города РФ. И пока одни отдыхающие на радостях забирали шлепанцы, которые во время шторма вынесло море на сочинский берег. Вот дары моря. Сегодня море выкинуло подарочки всем. Другие познавали все прелести суперсовременного и нанотехнологичного способа эвакуации во время чрезвычайных ситуаций. Да-да, вам не показалось. Людей действительно эвакуируют с помощью надувного аттракциона, предназначенного для морских развлечений. Отдельно стоит отметить уровень сервиса и гостеприимства на курортах Великой и Духовной. Где вы? Вставайте. Или оплачивайте, или туда. Вставайте, я говорю, отсюда. Быстрее. Ну где еще, как не в РФ, вас могут нагло и с применением физической силы выгонять с общественного пляжа за то, что вы позволили себе бесплатно лежать под зонтом? Вставай, говори. Что? Побыстрее вставай. Вставай. Но это еще цветочки. На курортах России владелец отеля может обматерить вас с ног до головы за безобидную просьбу убраться в номере категории люкс. Сыр, стои. Со мной, *** не разговаривай. Я тебе сказала, вот так. Будет так. Еще раз. Что-то не устраивает? Вызывай, *** кого ты вызываешь? Постут, *** все. Вот они какие великодуховные гостеприимства и клиентоориентированность. Са*** ты, ***. Зато как сладко о южном гостеприимстве поют по Рос-ТВ. Рассказывают о качественном сервисе и множестве позитивных эмоций, которые ждут отдыхающих на курортах великой и могущественной страны. Есть на свете рай, это Краснодарский край. У нас в Краснодарском крае почва благодатная. Вы уже правильно сказали, мы и житница, и здравница, и поэтому и туризм. Умеем принимать гости. Вот так послушаешь пропагандистов и можно поверить в то, что РФ действительно развитая и прогрессивная страна. По телевизору здесь, конечно же, все на уровне, включая отдых на море. Но стоит всего лишь раз взглянуть на то, как выглядит этот отдых на самом деле, все сразу становится на свои места. Такая вот нелесиприятная, я бы сказал, картина. И пока одни граждане великой страны, не видевшие в своей жизни ничего лучше, считают отдых по-анапски верхом удовольствия. Как вам у нас обстановочка? Отлично. Как вам у нас? Хорошо. Другие россияне, хотя бы раз побывавшие в той же Турции, говорят, что больше никогда в жизни не поедут на море в своей стране. Тем более за такие деньги. Стоимость путевок на российские курорты в этом году превысила стоимость заграничных туров по системе «Все включено», где уровень сервиса, условий проживания и питания вообще не подлежит сравнению с тем, что могут предложить отдыхающим курорты РФ. Неделя отдыха в Египте мне обойдется от 110 тысяч рублей. За эти деньги нельзя отдохнуть на российском курорте? Нет. Ну ничего себе. А за сколько можно? Если часть хорошего качества какой-либо отель, то в России он будет примерно от 150 тысяч рублей. От 150? Примерно так. Понимаете, отдых в Турции получается дешевле. Поэтому неудивительно, что сразу после открытия границ с Турцией россияне, забыв о патриотизме, массово рванули на отдых за границу. Конечно же люди просто-напросто решили, да нам проще поехать в Турцию, где тебя оближут, зацелуют и скажут, приезжайте еще. А море-то не хуже, а море-то восхитительное. Другими словами, россияне, побывавшие в цивилизованном мире, уже давно поняли, что не хотят отдыхать в реальном русском мире, где царят хаос, неуважение, обман и ненависть. Ненависть